Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбард. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1200 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 23 человека. Минск чрезвычайный. В воскресенье, пока минчанка ходила в магазин в ее квартире на улице Солтеса, из-за короткого замыкания электропроводки потолочного светильника произошел пожар. Первым неладное заметил сосед, он-то и позвонил спасателям. К возвращению хозяйки они уже проникли в квартиру и ликвидировали горение. В результате возгорания повреждено имущество и закопчена квартира. Минск чрезвычайный. Позже пожар случился и в квартире на улице Герасименко. Из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов произошло возгорание имущества на кухне. А в кухне квартиры на проспекте газеты «Правда» причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки холодильника «Атлан». Минск чрезвычайный. В выходные спасатели пришли на помощь 32-летнему минчанину, который попытался проверить свою ловкость и реакцию в одном из игровых автоматов торгового центра на улице Глебки. Принцип работы развлекательного аттракциона весьма прост. Воздушный насос поднимает вверх игрушечные подлинные купюры, а клиент получает возможность поймать летающие банкноты. Но тут мужчина, видимо, перестарался и оказался пленником конструкции. Очевидцы вызвали бойцов МЧС, руку бедолаги освободили, он не пострадал. Минск чрезвычайный. Без пострадавших и эвакуации обошлось и на тракторном заводе, где во вторник утром произошел пожар в прессовом цеху. Загорелась покрасочная камера, а затем и кровля здания на площади 60 квадратных метров. Спасателям понадобилось примерно полчаса, чтобы справиться с возгоранием, что спровоцировало пожар. Сейчас устанавливается. На этой неделе в столице установилась по-настоящему летняя и жаркая погода, которая, как обещают синоптики, сохранится и в выходные. А это значит, что люди будут спасаться от жары вблизи водоемов. Ежегодно жертвами воды становятся десятки человек. А свод ведет неутешительную статистику. Всего с начала года в республике уже утонули 100 человек, из них 5 несовершеннолетних. МЧС призывает. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Откажитесь от водных процедур в нетрезвом виде. Около 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если вы много времени провели на солнце, не спешите окунаться. Отойдите в тень, остыньте и лишь потом идите плавать. И не позволяйте детям купаться без присмотра взрослых. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.